Помещения, где будут располагаться медицинские пункты стадиона Фиш, до начала совещания лично осмотрела вице-губернатор. Особое внимание к оснащению медблоков. Их здесь будет семь. А также работе бригад неотложной помощи. По всей чаше стадиона у нас запланировано 16 бригад. Каждому будет отведен свой сектор. В случае происшествия какого-то со зрителями, они этих людей будут оказывать помощь. Они будут просто стоять. И они будут элакуировать уже в медпункт. В подготовке медицинской инфраструктуры города к предстоящим спортивным событиям особое внимание отмечает вице-губернатор Анна Менькова. Несмотря на то, что у Сочи есть опыт проведения масштабных соревнований. На этот раз они будут проходить в летний сезон. А это дополнительная нагрузка на лечебные учреждения курорта. 160 тысяч гостей на матче Кубка Конфедерации дополнительно примет город. Обеспечить на достойном уровне работу всех медицинских служб – основная задача. Готовность, я сейчас уже понимаю, стопроцентная. Уже в начале следующего года будет произведена закупка дополнительно 20 машин скорой помощи, которые будут работать на Кубке Конфедерации. Кроме этого, край берет на себя обязательство привлечь специалистов на эти мероприятия, на зимние курортные сезоны, на Кубок Конфедерации. Дополнительно из Краснодарского края. Это будут самые высококвалифицированные медики. Мы очень достойно с этой задачей справимся. Сегодня высокий уровень у лечебных учреждений Краснодарского края. У руководителей лечебных центров, в свою очередь, есть четкое понимание задач, необходимых к исполнению. Ближайшая подготовка к зимнему сезону. Больше полутора миллиона туристов ожидают на горнолыжных курортах. Кроме того, в феврале здесь пройдут международные зимние военные игры, а также чемпионат мира по бабслею и скелетону. И готовность всех медицинских учреждений должна быть на самом высоком уровне. Многочисленные мероприятия, которые проходят в нашем городе, все это позволило нам, собрав весь этот опыт воедино, построить в принципе очень ровную и стройную концепцию оказания медицинской помощи, которая здесь ждется на обязательном оказании стационарной медицинской помощи при необходимости в экстренном и неотложном режиме работа скорой медицинской помощи и работа всех наших поликлинических служб в усиленном режиме. Средства на закупку медицинской техники и привлечение специалистов предусмотрены в том числе бюджетом края. Речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей. Часть автопарка скорой помощи и оснащение медицинским оборудованием останутся в городе. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.